Обновление 9.19 выходит в конце мая. В нём изменение интерфейса, новые модели, женская озвучка для всех наций и гарантия, что лето с World of Tanks будет жарким, потому что запускается бета-тест ранговых боёв. А теперь подробности. Сразу о главном. Ранговые бои. Что это и зачем? На первый взгляд, они ничем не отличаются от случайных боёв. Хорошо знакомая схватка 15 на 15. Чтобы победить, надо уничтожить всю технику противника или захватить его базу. На этом привычное заканчивается. Начинаются отличия. В ранговых боях сражения идут исключительно на технике 10 уровня. Балансировщик формирует команды особым способом. Его цель — собрать в бой игроков одного ранга, то есть равных по мастерству. Ранг зарабатывается в ранговых боях. Он зависит от личной эффективности игрока. Когда команда побеждает, то 12 человек, которые набрали больше всех опыта, получают шеврон. Обратите внимание ещё раз. Не все игроки победившей команды, а только 12. Чтобы получить первый ранг, достаточно накопить один шеврон. Для каждого следующего их потребуется всё больше. Шеврон можно получить, даже если команда проиграла. Три лучших игрока получат его наравне с победителями. А вот остальные шеврон потеряют. Так что движение по лестнице ранга в процесс двусторонний. Можно подняться, но можно и слететь. Приятно, что первый и пятый ранг несгораемы. Если удалось набить, они останутся до конца этапа. Итак, вернёмся к работе балансировщика. Он стремится собрать бой из игроков одного ранга. Может быть ситуация, что таких не хватит. Тогда балансировщик смягчит требования и соберёт команды из бойцов разных рангов. Их количество будет пропорциональным. Если на одной стороне три игрока четвёртого ранга и 12 третьего, то и на другой будет то же самое. По итогам боя игроки получают не только шевроны и стандартное количество опыта и кредитов. Есть дополнительные награды — за получение нового ранга, например. Или выполнение специальной боевой задачи, доступной только в ранговых боях. Но самое интересное — игроки получат после окончания отдельных этапов и сезона в целом. Это «Боны» — новая игровая валюта. Её можно заработать только в ранговых боях. За «Боны» можно купить усовершенствованное оборудование, которое эффективнее аналогичного стандартного. Или потратить на предбоевые инструкции. Это новый вид снаряжения. Он улучшает установленное на машину оборудование или повышает эффективность экипажа. На машину можно поставить только одну инструкцию — это расходуемое снаряжение. После боя оно исчезает. Ранговые бои проводятся по сезонам. Тестовый сезон состоит из четырёх семидневных этапов. В начале каждого этапа ранги сбрасываются. Результат, достигнутый за семь дней, заносится в рейтинг. По окончании сезона результат за последние 28 дней суммируется. Формируется таблица с лидерами сезона. Первые три лиги — это половина игроков — получат награды и специальную нашивку. Её можно будет разместить рядом с ником и показать свой ранг другим игрокам. Ранговые бои появятся в игре где-то через неделю после выхода обновления 9.19. Их правила не окончательные. Это бета-тест режима. Если захотите что-то улучшить, напишите нам. О ранговых боях в общих чертах всё. Детали смотрите на портале. После обновления 9.19 12 танков получили HD-модели. Английский «Эксельсер» и «Алекта», китайский «ИС-2» и «Викерс Марк Е-Тайп-Б», советский Т-44 и КВ-13, японский СТА-1. Чемпионами обновления 9.19 по переводу в HD стали французы. Четыре машины. БДР-G1B, Рено ФТ-75БС, Рено ФТ-АЦ, Рено УЕ-57. Переработаны модели «Панцер Кампфваген 7» и «ВК-7201К». Они были слишком похожи. Теперь различия очевидны. Заметно изменился интерфейс. В ангаре появился пункт задачи. Теперь они условно разделены на три раздела — «События», «Боевые задачи», а также «Задачи для выбранной машины». Первая вкладка — «События». Выполнение этих задач потребует значительных усилий и времени. Боевые задачи включают те, которые можно объединить в группы по смыслу, например, ежедневные. Акции сейчас доступны из пункта «Меню магазин». Предложениями можно воспользоваться прямо в клиенте игры. В обновлении расширились возможности по управлению кланом. Теперь, не выходя из клиента игры, можно распределять золото из клановой казны, просматривать расширенную статистику по игрокам, изменять должности и передавать управление кланом. Для всех наций появилась женская озвучка. В окне настроек национальные голосовые уведомления сменили командирские. Выберите их, и голосовые нодификации будут соответствовать не только нации, но и полукомандира. Если это девушка, то и сам танк заговорит женским голосом. Командир Родине, принимайте эффективность ниже. Навыки «Боевое братство» и «Боевые подруги» стали совместимыми. Можно собрать смешанный экипаж без потери эффективности. В обновлении 9.19 из игры удалены ротные бои. Это был первый командный режим в игре, однако постепенно он потерял популярность. И ему на смену пришли глобальная карта и укрепрайоны. Хорошая замена ротам — вылазки в укрепрайонах. В них можно участвовать, даже если не состоишь в клане, выбрать отряд из списка в селекторе боёв и вперёд. На этом всё. Удачи в бою!